Про перспективы у меня много, уже спрашивали, я не берусь, я не в тему. Мне хочется верить, что Донецкая Народная Республика будет существовать дальше. Она будет расти, креплась. А так впечатление необычное, совершенно необычное. Когда видишь, что вроде ты находишься в Европе, Европа считается цивилизованной частью света. Когда ты видишь блок посты, взорванные насты, колючая проволока в центре Донецка, это, пожалуйста, музей, посеченный осколками. Я не могу сказать разрыв шаблона, все-таки. Я не думал, что все это снято на павильонах мастфилм, как некоторые товарищи. Но все равно это странно, это необычно. Сформулировать все впечатления я пока не могу, надо их переработать внутри себя. Пока их накапливают, потом что-то будет. Обстрелы, которые у нас, это не странно, а это страшно. Да, да. И погибшие люди, и искалеченные дома, здания. Ну, совершенно не так, да. И искалеченные люди. И искалеченные люди. Есть такой синдром бомбежки, оказывается. Когда болезни, которые раньше не проявлялись у людей никоим образом, они начинают проявляться. И проявляются до такой степени, что люди просто умирают. От этого синдрома бомбежки. Это страх. Да, понятно, что он тут адский непросто. Поэтому я могу вам всем только множество. Историю степени, ну, прорвались, пройдемся дальше. А до этого, Дмитрий, вы были леди дважды, да? Дважды. А в каком году? По-моему, это был 2011-й и 12-й, или 9-й. Ну, где-то вот тогда. Ну, летом. Разница есть между теми впечатлениями из сегодняшнего города? Да, есть. Тогда было гораздо больше красивого девушка на улице, чем сейчас. Есть город, конечно, менее живой, менее нарядный, но все равно он живой. И чистый, достаточно чистый. Военная вредность. Как к вашей поездке отнеслись ваши коллеги? Потому что некоторые писатели, они стараются боитесь политической тени. Ну, я тоже на них не отстежусь. Ну, сейчас любой шаг среди музыкантов, среди творческих профессий ассоциируется с политикой. Приехал, плохо, не приехал, плохо. Ну, я особо не озвучивал. То есть я нигде, ничего не писал, потому что все могло сорваться в последний момент. И по моим каким-то обстоятельствам. Или у вас тут могло что-то активно начаться такое, чтобы небезопасно было бы с того приехать активно. Поэтому я не озвучивал. Я, в общем, примерно знаю, кто меня теперь стал не любить за это, кто стал не любить еще сильнее. Ну, мне, в общем, как... Это их право, пожалуйста. Каждый человек имеет право на свое мнение. Мне бы добавить, что основной круг наших знакомых фантастов все-таки поддерживает. Да, я массово велел передавать приветы местным коллегам, которые давно не видел. Так что нет, коллеги-фантасты в основном, я думаю, пришли сюда приехали. Всем расскажу, что тут все нормально. Приезжайте тоже. А вот еще какой-то вопросик.